Мгновение и два самолета взмывают в Химкинское небо, чтобы принять бой в воздухе. В минувшие выходные на территории Дома юных техников «Интеграл» провели региональное первенство по авиамодельному спорту. Соревнования посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие молодые ребята из Москвы, Московской и Рязанской областей. Даниил Печенкин – серебряный призер прошлого года. В этот раз надеется обойти всех соперников. Впервые увидел модель самолета в воздухе еще в четвертом классе. С тех пор этот спорт запал в душу. Заинтересовала не только то, что она летает, модель. То, что ты своими руками строишь и запускаешь. То, что ты сам построил, своими руками сделал. Авиамодель здесь – спортивный снаряд. Важен не столько сам самолет, они у всех примерно одинаковые, а умение пилота им управлять. Главная тактика и мгновенное принятие решений. Воздушный бой – это наиболее динамичный из видов авиамодельного спорта. Два участника, каждый вынося на старт по два самолета, будет выдана им ленточка. И задача будет, чем больше раз, отрубить эту ленточку. При этом модели, как вы видите, очень маневренные, в поддавке они не играют. То есть каждый будет стояться, сохранить свою, но отрубить соперника. Чтобы обеспечить первоклассный полет, нужно три человека. В состав экипажа входит пилот и два механика. Воспитанник интеграла Рамиль Гореев сегодня сам не летает, но следит за состоянием самолета, устраняет неисправности и вовремя запускает мотор. От этого во многом зависит успех выступления. Воздушный бой интересен, что там всегда происходят непредвиденные ситуации. Самолеты часто сталкиваются, путаются, падают. Этим и интересен наш спорт. Больше трех десятков экипажей в этот раз проявили себя, но в командном зачете лучше всех оказались, конечно, химчане. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.